Сергей Николаевич, ряд вопросов, которые я хотел бы обсудить, это прежде всего работа экономики за четыре месяца. Первый квартал мы анализировали, апрель месяц, понятно, в силу определенных обстоятельств, очень серьезных для наших экспорта ориентированной экономики, был непростым, поэтому хотелось бы в первом приближении видеть результаты этих четырех месяцев и основные тенденции, которые, прежде всего, должны нас настораживать и настораживать. Потом вы мне обещали доложить по государственному долгу, какая ситуация, что мы видим, как будем рассчитываться по долгам. Первая, третья тема, это Международный валютный фонд, я поручал правительству, прежде всего, заняться этими вопросами, ну и другие организации банковские, международные, которые не против нас профинансировать в это время, в том числе и по здравоохранению. И практический вопрос, очень важный, газ природный. Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время, аж до 70 долларов, 68, 65, но никак не 127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация, обстановка и на что мы можем рассчитывать в будущем, потому что я этот вопрос заострял, вы помните, на видеоконференции в рамках Евразийского экономического союза, ну и в ближайшее время у нас также состоится в такой же форме, в таком же формате конференции. И хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси. Это же не дело, что, я уже не говорю про год 75-летия, что в Германии продают природный газ до 70 долларов. Ну, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127, как для Беларуси.